Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Сотрудники ГАИ совместно с транспортной инспекцией вносят свой вклад в сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Стражи дорог взяли под контроль автомобильные грузоперевозки. Согласно постановлению Совета министров номер 171 от 25 марта, водители транспортных средств, которые движутся транзитом через Беларусь, обязаны следовать по республиканским автомобильным дорогам. Остановка и стоянка на трассе разрешены только в местах, предназначенных для отдыха и питания. В города заезд запрещен. Заправка топливом на специально отведенных автозаправочных станциях. Их в стране порядка 40. Отклонение от маршрута влечет немалые штрафы. Кроме того, покинуть территорию Беларуси грузоперевозчики должны не позднее второго дня пребывания в стране. Контролируют грузопотоки сотрудники батальона ДПС и транспортная инспекция. Исключением являются случаи поломки автомобиля, перегрузки или перевалки товара, а также замена транспортного средства, если это предусмотрено условиями договора автомобильной перевозки. На сегодня нарушения фиксируются. Задача ГАИ свести их к минимуму. В Мозыре муж спас жену от угрозы пневматическим пистолетом. События происходили в одной из многоэтажек. Женщина решила сделать замечание незнакомцу, который курил и шумел на лестничной площадке. В ответ нетрезвый мазырянин достал пневматику и наставил ее на женщину. Она позвала на помощь мужа. Супруг смог отвлечь внимание незнакомца и выбил у него пистолет. Но злоумышленник достал электрошокер. Правда, причинить вреда своему оппоненту тоже не успел. Мазырянин вновь лишил обидчика оружия, скрутил его и не дал скрыться до прибытия милицейского наряда. Действием дебошира дается правовая оценка. Не по праву пользовались льготой. Финансовая милиция наказала гомельскую фирму, которая занималась производством блоков управления для грузового транспорта и сельхозтехники. Фактически речь о нарушении декрета президента, о стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых, городских поселений и сельской местности. Все производственные мощности фирмы были сосредоточены в гомеле, а по бумагам значительная часть продукции выпускалась на территории Добружского района. Делалось это для того, чтобы уменьшить сумму налоговых платежей. Кроме того, подписывались фиктивные акты. С головного офиса насчет подконтрольных районных фирм переводилось с оплатой за выполненные работы, которая потом обналичивалась и использовалась руководителем в личных целях. Классика жанра только с использованием послаблений закона. Сумма ущерба составила более 200 тысяч белорусских рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 243 Уголовного кодекса. Это уклонение от уплаты сумм налогов сборов. Самостоятельно проведены обыска, осмотры помещений, места происшествия. В настоящее время уголовное дело передано следственный комитет для производства предварительного следствия. Светлогорские работники МЧС спасли водителя, который оказался зажат в салоне своего автомобиля после ДТП. Авария произошла на улице Советской. 21-летний водитель не справился с управлением, снес бетонный столб и врезался в жилой дом. Опора придавила ту часть машины, где находился молодой человек и лишила его возможности самостоятельно покинуть салон. Спасатели воспользовались гидравлическим инструментом, освободили водителя и передали его медикам. У пострадавшего черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Две трагедии произошли на пожарах за минувшие сутки. Среди жертв два пенсионера. В агрогородке Люденевича Житковичского района погиб 76-летний мужчина, а в Еремино Гомельского района 64-летний местный житель. В агрогородке Еремино причиной пожара стала неосторожность при курении. В ходе разведки задымленных комнат жилого дома спасатели обнаружили хозяина и вынесли его на улицу. Однако медики, прибывшие на место ЧП, констатировали смерть мужчины. МЧС еще раз напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь4.